Сегодня популярный курорт Архиз приглашает на большой праздник. На открытии горнолыжного сезона гостей курортного поселка ждут массовые заезды, кукольный театр, бесплатные мастер-классы для лыжников, дискотека и катание под сеты диджеев. В этом году впервые в своей истории Архиз открыл катание полностью на искусственном снегу, благодаря тому, что все трассы на 100% обеспечены системами снегогенерации. С момента тестового запуска курорт по стилю уже больше 5000 гостей, так что еще есть время. Начало праздника в 11 часов. Тем более, сегодня организаторы бесплатно научат кататься на лыжах и сноубордах всех желающих. А психологический климат – это настроение коллектива, моральная и психологическая атмосфера. За его спокойствием зорко следит психолог-полиграфолог Управления Росгвардии России по Крачево-Черкесии Виктор Каверин. В особенностях проведения психологической работы и психологического сопровождения в рубрике «В гостях у Росгвардии». Для психологической разгрузки у бойцов есть все. Удобные кресла, приятное освещение и аудиофоном успокаивающая музыка. В комнате психологической регуляции сотрудники получают психологическую помощь после длительных командировок. По словам психолога, комната выполняет две основные функции – диагностическую и коррекционную. Здесь можно быстро снять напряжение, сидя в удобных креслах у камина, как в группе, так и индивидуально. Все предназначено для отдыха. Нашему управлению Росгвардии более повезло, что мы имеем такую возможность проводить здесь время, так сказать, релаксация. Так как в жизни очень много стрессовых ситуаций, работа всегда по-разному проходит. Какие-то бывают такие ситуации, можно спуститься под хорошую музыку, спокойно отдохнуть, привести нервы в порядок и обратно продолжать работать. Основные функции кабинета выполняет психолог, владеющий особыми навыками и опытом работы. В задачи Виктора Каверина входит работа с личным составом в плане снятия психологического напряжения и стресса. Он осуществляет специальную подготовку, направленную на повышение психологической устойчивости команды к нагрузке, вызываемой работой в экстремальных обстоятельствах. Одно из средств работы психолога с коллективом – это различного рода тестирования. Они выявляют профпригодность сотрудника Росгвардии, тем самым помогая в решении кадровых задач. Психодиагностика личного состава заключается в определении психологического состояния и разработке индивидуальной психокоррекционной программы при необходимости. Как психолога моя работа заключается в поддержании психологической готовности и формировании психологической устойчивости личного состава, а также воинских служебных коллективов. То есть мы работаем не только с конкретным лицом, с одним человеком, а также работаем со всеми коллективами. То есть чтобы они были дружны, сплачивались, потому что один человек задачу никак не может выполнить, а выполняется она все в коллективе. И чтобы эта задача выполнена, была успешна, мы должны сформировать этот коллектив так, чтобы он был сплоченный, дружный, все у них хорошо получалось. Специалист Центра психологической помощи и реабилитации Росгвардии, согласно правил профессиональной этики психолога, подбирает психоэмоциональную коррекцию, представляющую собой грамотно подобранную программу восстановления. Большое количество стресс-факторов на них начало воздействовать, и люди чаще стали обращаться. Мы, конечно же, им помогаем, никого не оставляем без внимания, со всеми беседуем, со всеми работаем. Но факторов, конечно, людей стало больше обращаться. Но мы к этому были готовы, мы знали, как это все будет обстоять, потому что практика у нас уже наработана, и мы работаем с ними. Одной из задач, стоящих перед психологами, является организация профессионального психологического отбора кандидатов на службу по контракту. Психологи Росгвардии организованно проходят обучение на полиграфе. В рамках профессионального психологического отбора проводим тестирование, беседу с кандидатом, а также опрос с использованием полиграфа. Полиграф нужен для того, чтобы у данного кандидата выявить факторы риска, которые негативно влияют на дальнейшее прохождение службы его. Поддерживая умеренный психологический климат в коллективе, Виктор Каверин по роду своей профессии в значительной мере способствует продуктивной работе всего штата ведомства и развитию каждого его члена. Фатима Дорва, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим. Семнадцатого декабря. Ярослав Забашный. В Кисловодском цирке. Спешите! Вековом потоке перемен. Языки, традиции, память. На базе Качего имени Умара Алиева прошел межрегиональный научный семинар, посвященный вопросам сохранения и развития родных языков коренных народов России. Мнение и предложение участников масштабного научного форума выслушал и наш корреспондент Ахмат Халкечев. Цель научного форума объединения усилий ученых, педагогов и специалистов из различных отраслей в решении актуальных проблем в направлении сохранения родных языков и популяризации культуры и традиций коренных народов нашей страны. От имени главы и правительства участников межрегионального научного семинара поприветствовал министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаевой Черкесии Альберт Кумуков. В работе форума принимает участие свыше 100 представителей научного сообщества из 20 регионов страны. Ну а участие представителей федеральных органов государственной власти и международных общественных организаций и межгосударственных объединений способствует эффективности площадки. Вспомнительная власть Карачаевой Черкесской Республики поступательно движемся к тому, чтобы вести открытый диалог с нашими коллегами-учеными. От тех практических научных составляющих, которые будут выработаны сегодня, будет зависеть наша работа в следующем году. В период с 2022 по 2032 года Генеральной Ассамблеи ООН объявлен международным десятилетиям языков коренных народов. Начальник управления Федерального агентства по делам национальности, член руководящего комитета глобальной целевой группы ЮНЕСКО, Тимур Цыпиков, назвал принципиально важным и крайне необходимым разработку плана и на уровне республики по проведению международного десятилетия языков коренных народов. Необходимо предпринять существенные шаги. Они должны быть приняты как на законодательном уровне, так и на уровне стратегических документов планирования тех регионов, в которых как раз и живут компактно носители знаний о своей культуре, традициях и языках. Необходимо сконцентрировать усилия и Министерства образования, Министерства культуры, Министерства по делам печати, национальной политики для того, чтобы сформировать отдельную государственную программу по сохранению и развитию языков. Мне кажется, механизм госпрограммы, он сегодня является наиболее эффективным. В нем можно очень важно предусмотреть финансирование средств республиканского бюджета, предусмотреть мероприятия, которые будут носить такой общий консолидирующий характер. Невозможно сегодня говорить о сохранении и развитии языков, если ставить этот вопрос, отдавать только, допустим, систему образования. Говорить, что вот ребенок должен учить язык в школе. Нет, так не получится. Язык должен существовать и бытовать во всей сфере. Выступая перед собравшимися, ректор Качегу, Таусултан Узденов отметил, что решение большинства вопросов по сохранению языкового разнообразия нашего отечества невозможно без выработки комплексной программы. Нам было приятно увидеть, что федеральные эксперты из Федерального агентства по делам национальности, из ЮНЕСКО, они понимают суть этой проблемы и они формулируют эти вещи. И надеюсь, что в этом направлении общим усилием и региона, и федеральных органов, и на международном уровне, те, кто занимается этим проблемами, мы сможем выработать эффективную концепцию для взаимодействия и решения этого вопроса. Ну а руководитель рабочей группы ЮНЕСКО по сохранению языкового разнообразия в киберпространстве Евгений Кузьмин, в свою очередь, отметил важное донесение объективной информации о том, что происходит в стране и в мире в историческом и географическом контекстах, до сообществ, занимающихся вопросами сохранения языков народов России. Все процессы, которые сейчас протекают в глобальных масштабах, так или иначе, по многим деталям связаны с тем, что происходит на уровнях региональных. Идет мировая война за языки в образовании и в СМИ, через которые контролируются поведение и образ мышления людей, резюмирует он. Трагедия происходит со всеми языками. Русский язык в самом трагическом положении. 75 миллионов потерь на носителей языка за какие-то там 25-30 лет. На все языки очень плохо влияет социальная новая информационная среда. Это убогий лексикон, убогий контент, который передается. Никакой грамматики, никакого синтаксиса. Это является основой, так сказать, англо-саксонского могущества, о чем они заявляли еще более 200 лет назад. Никто никогда этого не скрывал, никто никогда не обращал на это внимания. 100 лет назад на английском и на русском языке говорили в мире одинаковое количество людей. Сегодня на английском говорят в 10 раз больше, чем на русском. Вот как меняется картина мира. В резолютивной части по итогам форума участники площадки выработали ряд рекомендаций в адрес органов исполнительной власти, учреждений образования и науки, а также общественных организаций и движений. Ахмад Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Аланский след, Карачаево-балкарский костюм. Под таким названием открылась выставка платьев членов Международной ассоциации союза дизайнеров-модельеров России Заремы Халкчаевой в выставочном зале Кисловодского историко-краевического музея «Крепость». В волшебную и красочную атмосферу национального костюма окунулся и наш корреспондент Алихан Лепшоков. На выставке «Аланский след Карачаево-балкарский костюм» известный дизайнер-модельер Зарема Халкчаева представила множество красочных национальных платьев, которые приковывают внимание посетителей Кисловодского историко-краевического музея «Крепость». Волшебными нитями Зарема Рамазановна так искусно воссоздавала эти национальные наряды карачао-балкарского народа. На выставке можно увидеть повседневные мужские кафтаны и нарядные черкески с блестящими чеканными газырями, богато украшенные вышивкой бархатные и шелковые женские платья. Руководитель Гисловодского историко-краевического музея «Крепость» Сергей Лузин дал высокую оценку нарядам дизайнера Зарема Халкчаевой, отмечая их непревзойденную красоту. Удивительно красивая, такая изящная. Настолько в ней тепла душевная, вот в каждой работе, в каждом платье, в каждом одеянии, что ты невольно удивляешься, ты смотришь, ты проникаешься вот таким-то уважением, особенным уважением в творчество, в мастерству. А еще если учесть, что там заложены традиции, вековые традиции, и вы своими руками все это делали, все это ручная работа, то, конечно, это вызывает только восхищение и удивление. Национальные платья отсылают нас к историческим традициям, а некоторые работы выполнены по старинным фотографиям княжеской семьи Урузбиевых. Дизайнер-модельер Зарема Хабчаева мастерски создает и многочисленные аксессуары к костюмам, головные уборы, обувь и многое другое. На открытии выставки собравшись, отмечали, что все работы Заремы Рамазановны демонстрируют богатую национальную традицию карачаево-балкарского народа. История этого костюма посвящена огромное количество научных изысканий, монографий. И сегодня, в общем-то, мы можем увидеть элементы традиционных костюмов и в том числе многих народов Северного Кавказа и Русского повсеместно по Российской Федерации. Но чтобы воедино собрать такое количество современно выполненных костюмов, это, конечно, старания именно Заремы Хабчаевой. И на этих битах, на самом деле, с большим вкусом, с большим стремлением сохранить историю своего народа. Карачаевская общественная организация «Алан Кисловодска» высоко оценила работу выставки. Дизайнеру-модельеру Зарема Хабчаевой они вручили благодарственную грамоту. Выставку национальных костюмов может посетить каждый желающий. Она будет работать до 25 декабря.